Привет, я Виктория Исаева и я люблю качать пресс. Наверное, не каждый может такое про себя сказать. В любом случае, мне поступило от вас очень много вопросов в моем инстаграме. Вы меня в каждой пляжной фотке спрашиваете, что я делаю с животом и что я делаю со своим прессом, чтобы он был достаточно подтянутым, плоским и чтобы он был в тонусе. Делюсь своими лайфхаками, наконец-то, давно обещала. Дело в том, что я не качаю пресс. Вообще, как вы знаете, я не хожу в качалку, я занимаюсь только полдэнс, причем на таком достаточно любительском человом уровне. И я занимаюсь йогой дома. И что касается пресса, в принципе, я делаю всего 3-4 упражнения на него, причем делаю я их не во время тренировок, а дома в свободное время. Собственно говоря, пресс я даже не качаю, я его просто укрепляю с помощью нескольких простых планок, с помощью статической нагрузки, статических упражнений. Я очень люблю статику, считаю, что ее недооценивают. Ты можешь спокойно простоять в одной позе буквально несколько секунд, минуту, другую и получить отличный результат. И ты можешь совместить это с какими-то приятными делами, например, просмотром сериальчиков, ток-шоу, телевизора и так далее. Смотришь себе киношку, но встал с дивана, встал в планочку, это можно даже делать без особого разогрева, и постоял немножко, укрепил свой пресс. Так что сегодня я вам покажу несколько отличных планок. Они займут у вас максимум 5-6 минут в день, а результат дадут довольно быстро и довольно хороший. Итак, ставите себе любимый фильм или любимый сериальчик, и вместо того, чтобы лежать на диване, наедать бока, просто встаете в планочку настолько, насколько вы сможете. Если это 15 секунд, пусть будет 15, можете 30 простоять, пусть будет 30, можете простоять минуту и так далее. С каждым разом я уверена, что время, которое вы можете провести в планке, будет увеличиваться. Главный показатель, чтобы у вас загорелся живот и чтобы мышцы почувствовали тонус и напряжение. Итак, встаем в первую планочку, выравниваем максимально корпус, подкручиваем ягодицы, чтобы не было прогибов поясницы, и стоим столько, сколько можем. Смотрим сериальчик, наслаждаемся жизнью, чувствуем, как живот подтягивается, укрепляется, становится плоским и красивым. Также можно сопроводить это дело аффирмациями. Я стройнею, моя фигура подтягивается, мой живот становится плоским и красивым. Я хорошею с каждой секундой, проведенной в планке. Ну и если вам становится слишком скучно стоять, можно добавить немного динамики и попрыгать. Конечно, стоять так намного красивее и эротичнее, но правильнее стоять, подкрутив попу внутрь и убрав прогиб в пояснице, потому что ваша поясница в этом положении не должна напрягаться. Вторую планочку мы делаем на предплечьях. Просто ставим их и стоим. Опять же, поясницу не проваливаем, да, попу подкручиваем, напрягаем и стоим сколько можем простоять. Даже минута или две окажут огромный тенизирующий эффект. Ну и когда вы устали и вам становится скучно просто стоять в планке, можно разнообразить ее упражнением веселый попа-крут. Это делается так. Тоже очень полезно. Еще одна чудесная планка, которая поможет задействовать и косые мышцы пресса, это боковая планочка. Если вы совсем не занимаетесь спортом, вы можете сделать ее в облегченном варианте, стоя на коленочке. Если вы считаете себя уже продвинутым спортсменом, убирайте коленочку и стоим на ногах. Но если вы считаете себя джедаем высшего уровня, то отрываем верхнюю ногу и стоим вот так. В таком, собственно, положении качаются рука, плечо, ягодицы, нога, живот. Качается вообще все. Сколько можете простоять, даже если это всего несколько секунд, это очень круто и полезно. Так что стоим, афирмируем и хорошеем. Вот такие три простые упражнения, которые вы спокойно можете делать дома, совмещая с вашими обычными делами, и которые могут действительно принести вам красивый плоский животик. Но я должна вас сразу предупредить, что кубики пресса вы увидите только в том случае, если у вас маленькая жировая прослойка. Как у меня, то есть нет особого лишнего веса. Конечно, если вы знаете, что у вас есть лишний вес, пусть даже несколько килограмм, он будет прятать ваши кубики пресса, даже если они уже будут намечаться. Поэтому, чтобы увидеть плоский живот с кубиками пресса, вам все равно придется сбросить вес. Для этого вам нужна будет регулярная кардионагрузка, хорошее кардио, бег, плавание, велосипед, танцы, бокс, все что угодно. То, что вам приятно и то, что заставит вас хорошенько пропотеть. Хорошенько пропотеть, разогнать ваше сердце и согнать лишний вес. Включите кардио хотя бы один, два, лучше три раза в неделю. Это может быть не очень много, не очень долго, но чтобы это было с удовольствием. Поставьте любимый трек и потанцуйте дома, только хорошенько, так, чтобы пропотеть. Да, поставьте любимый трек и попрыгайте на скакалке, но опять же, хорошенько, чтобы пропотеть. Поставьте любимый трек и гоняйте на велосипеде. Особенно, если вы это сделаете на велотренажере до завтрака, вы очень разгоните свой обмен веществ, и вам будет худеться намного легче, быстрее и приятнее. И, конечно же, подключайте правильное питание. О том, какое питание, собственно говоря, у меня, я могу рассказать в следующих видео, но если вам не терпится, подписывайтесь на мой инстаграм. Ищите меня в инстаграм, подписывайтесь. Я часто делюсь с вами маленькими фишечками о том, что помогает мне, собственно говоря, без особых жертв, без особых мучений поддерживать тело в тонусе. И с удовольствием носите купальники, бикини, и я уверена, что так может каждый. Вы видите, что я не голодаю, не худею, не истязаю себя, не мучаюсь в тренажерном зале. Я просто получаю удовольствие от спорта, и потом получаю удовольствие от своего тела. И я вас призываю к тому же, получайте удовольствие от спорта, от здорового питания, от своей фигуры. Ставьте лайк, если видео вам понравилось. Подписывайтесь на мой канал. И помните, я вас люблю, и вы ничего не можете с этим поделать.